Фритчи Соломоновы, глава тридцатая Слова Агура, сына Иакеева Вдохновенные изречения, которые сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укалу. Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня, и не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли? Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтоб, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего напрасно. Не злословь раба перед Господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы, мечи, и челюсти, ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости две дочери, давай, давай, вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут «довольно», преисподняя и утроба бесплодная, земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит «довольно». Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Три вещи, непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Такого пути жены прелюбодейной поела и обтерла рот свой, говорит, я ничего худого не сделала. От трех трясется земля, четырех она не может носить, раба, когда он сделается царем, глупого, когда он досыто ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи — народ несильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши — народ слабый, но ставят дома свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют стройную походку и четверо стройно выступают. Лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем. Кони-козел и царь среди народа своего. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Потому что как взбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова